Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами рассмотрим случай зуда шелушения и покраснения мошонки и паховых складок. К нам обратился пациент, молодой человек, у которого после длительного применения глюкокортикостероидных кремов по типу Адвантана и Лакома не было никакого улучшения при покраснении мошонки. Это мы прописали в КВД по месту жительства, взяв анализы на сифилис, ВИЧ, гепатиты, естественно, что их не обнаружив. И вот на этом обследование закончилось. Как я уже сказал, поставили аллергический дерматит, прописали подобные крема. Затем после того, как они оказались неэффективны, прописали антибиотикам Аксиклав внутрь, почему не объяснив. Ну и соответственно, данное поражение только увеличилось, оно стало больше зудеть, оно стало распространяться. С чем он обратился в нашу клинику? Что мы здесь видим? Мы видим покраснение, шелушение мошонки, пятна в паховых складках, на бедре, на внутренней стороне бедра более мелкие, и практически диффузное поражение мошонки очагом покраснения, очагом шелушения. То есть выполнить наружные анализы. Что нужно здесь сделать? Ну первое. Моски на половые инфекции он также сдавал, это было ПЦР-12, они были отрицательные. Что необходимо сделать дополнительно? Первое. Сдать анализы на сахарный диабет, сдать анализы кровь на аллергию и сдать соскобы посевы на грибки, посевы на кандиду, посевы на бактерии и ПЦР на 8 грибков молочницы снаружи данного очага, то есть выполнить наружные анализы, которые приняты в дерматологии. Что обнаружилось? Обнаружилось, что сахарного диабета нет, по аллергии повышен иммуноглобулин Е, достаточно серьезная норма в данной лаборатории до 80, у нас было 250. Вот такое значимое повышение иммуноглобулин Е во-первых раз, в связи с чем пациент направлен к аллергологу. Второе. Соответственно, были обнаружены две кандиды, это кандида альбиканс и кандида тропиканс. То есть на фоне аллергической реакции возникло также присоединение кандидоза, который характерен как раз такими пятнами с четким очерченным краем, по периферии которых наблюдается шелушение, отслоение с такой лаковой блестящей поверхностью, как вы можете видеть на картинке. И, в общем-то, на поверхности очагов видны такие вот также отсевы, которые располагаются в области внутренней стороны бедра, так называемые левуриды, от слова левури с французского дрожжа, которые вот являются показателем, признаком того, что это вполне может быть грибок кандида. Что было сделано в плане назначения? Была проведена консультация аллерголога, там были свои назначения сделаны, назначение анализов, назначение потом по данным анализам, по пищевой непереносимости и другим анализам. Дальше были назначены натрия тесульфата, озон внутри венна, кальций, глюканат внутримышечный, были назначены сорбенты внутрь, были назначены препараты противогрибковые, это внутривенно был назначен дефлюкан, внутрь был назначен кетоконазол из-за того, что здесь комбинация двух разных грибков кандида. В течение двух недель данные высыпания постепенно разрешились, осталась только легкая краснота, ну и соответственно наружно в этом случае также были назначены противогрибковые препараты и препараты для уменьшения воспаления, но не гормональные, потому что гормональный длительный маслоса, такие как форитаз, каль, это крем с мочевиной, такие как родовит, видостим, крема с витаминами А, вот такие крема также были назначены для смягчения вот этой вот такой сухой трескающейся кожи. Вот что было назначено наряду с противогрибковыми также кремами по типу крема Низорал, по типу крема Ламезин. Такое лечение данному пациенту было назначено и принесло полное постепенно излечение. Вместе естественно с аллергологом сложность этого еще в том, что краснота оставалась довольно долго, пока пациент не стал соблюдать ту диету, которая была рекомендована по пищевой непереносимости, что тоже довольно важно. Поэтому часто естественно, что врачи-маляры в КВД и не только в КВД назначают мази, однако не исследуют причины, это приводит к обострению подобного заболевания. Здесь были даже таблетки антибиотик, которые привели к обострению, поэтому всегда должно проводиться сначала грамотное обследование, после чего естественно полноценное лечение, не заключаясь не только в нанесении мази, как у врачей-маляров. При необходимости диагностики лечения различных поражений в области половых органов вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве, у нас прямой грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok